Почти год прошел, вот буквально тут будет совсем скоро, со скандалов в Кремниевой долине США. Много об этом писали. Скандал с увольнением главы такой, ну, организации, что ли, структуры ЧАД-GPT, всем она сегодня известна, компании ЧАД-GPT Сэма Альтмана, уволили его, потом вернули, потому что все работники вступились, и компания Майкрософт поддержала. Даже не в том дело. Это был лишний повод задуматься всем нам, а уж экспертам, тем паче, о том, что такое искусственный интеллект, что нас ждет, какое будущее, есть ли вообще будущее, либо все это совершенно распиаренная штука. Я знаю, что вам даже не нравится само понятие искусственный интеллект, а особенно второе слово в этом понятии, интеллект, да? Объясните, почему? Ну, в общем-то, я полагаю, что это словосочетание, оно не соответствует реальности. Почему? Потому что, ну, давайте возьмем факты, да? GPT, значит, оригинал, Generative Pre-Trainer Transformer, генеративный, предобученный трансформер. Вам что-то стало понятно? Практически ничего, кроме предобученный. Вот перевожу на русский, да? Это класс нейтронных сетей, базирующихся на сочетании концепции языковой модели и архитектуры трансформера. Тоже не сильно стало понятно. Вот архитектура трансформера, можно по-другому сказать, архитектуры самообучающейся системы. То есть, это, значит, если просто сказать, вот с моей точки зрения, вот то, что называют ИИ или искусственный интеллект, это на самом деле продвинутый алгоритм на мощной базе данных. Но проблема заключается в том, что вот все говорят, когда машина начнет думать как человек. Когда? Если компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам в шахматы, это не значит думать как человек. Потому что мы же понимаем, что, вот, например, человек приходит, ему холодно, горячо, жарко, у машины нет этих чувств. То есть, она в этом плане уже не может думать как человек, да? Так вот, мало того, многие эксперты еще что говорят? Они говорят о том, что есть пределы развития этой системы. И причем эти пределы развития не 50 лет, а 5, 10, 15. Вот, например... И что потом? Ну вот, прежде всего, я перечислю эти ограничения. Значит, во-первых, ИИ, так называемый, да, возьмем в кавычки, достигает пределов в интернете. То есть, мы же понимаем, что искусственный интеллект, вот так называемый, ну, на самом деле, будем называть его алгоритм, да? Сэма Альтмана. Ну, это программа, по-моему. Имени Сэма Альтмана, да? Значит, она вытягивает информацию, которая существует в современном интернете. Но размеры интернета ограничены. И она практически исчерпала уже те запасы знаний, которые содержатся в современном интернете. Вот когда она дойдет до края, вот в каком направлении пойдет развитие, никто не знает пока, да? То есть, она... Но некоторые думают, что она будет воспроизводить сама себя. То есть, что получается? Многие эксперты говорят, что система занимается самообманом. Почему? Потому что у нее возникают галлюцинации. То есть, она делает ошибку, обращается к своей ошибке и масштабирует ее. Понимаете, в чем ее опасность? Кстати, даже по чату GPT многие из коллег, кто используют, знают. Она делает ту же ошибку, почему? Потому что она обращается к своим же сгенерированным текстам. А другой базы у нее нет. Понимаете? Она генерирует. Она воспринимает это как истину в последней инстанции. А если там ошибка? А если эта ошибка связана с жизнедеятельностью атомной станции? Извините, да? Или медицинские какие-то технологии. Коллеги, пример был, я сейчас не могу вспомнить, в каком это было году, к сожалению. Но один из ученых, который занимался созданием искусственного интеллекта, ему искусственный интеллект рекомендовал при решении проблемы выброситься из окна, что он и сделал. Вот это страшно. Я знаю другой пример о том, что искусственный интеллект, ну, его определенным образом надо выставлять настройки, он написал кандидатскую диссертацию. И кандидатская диссертация была принята. То есть это не учебная работа студентов, которые, вот, давайте скажем откровенно, некоторые студенты уже этим пользуются, да? Конечно. Это кандидатская диссертация со всеми ссылками, с отсылками к источниках там на других языках и так далее. Ну, что никто не читал просто. Нет, нет. Вот ее читали, ее читали, вот именно с целью понять, насколько это правильно или неправильно, оказалось, все правила там, которые для кандидатской работы предусмотрены, они там есть. Соблюдены. Какой сделаем вывод из этого всего? Надо сказать, что вот, я еще два слова, какие существуют опасности. Искусственный интеллект начинает сам писать код, а код может быть вредоносным. Искусственный интеллект по заданию оператора может быть собирать персональную информацию на людей и генерировать. Это тоже вот опасность, которая возникает. Если мы говорим, да, о каком-то выводе, да, то есть GPT или искусственный интеллект, да, там, берем его в кавычки, не может мыслить о мысли. То есть у GPT нету рефлексии. Как у любого человека. Как у любого человека. И этот горизонт, когда эта рефлексия появится, он не проследил, с моей точки зрения, не просматривается даже в ближайшие 30 лет, потому что, к сожалению, современные средства технологические не позволяют решить эту задачу. Проверим в ближайшие 30 лет ваши выводы.